Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 21 июля. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями, внучат и племянник Анастасии Романовны Захарииной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин, решил помешать преступлению. Дав согласие показать дорогу, он завел врагов в дремучий лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разряно после смутаты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращению в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя, Михаил, сын, Филарет, отец. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.